Продолжение следует... ...ученики. То бишь, когда на сцену выходит и тот, и другой. Эта традиция, мне кажется, еще появилась... Не еще, а появилась давно. Лен, в школе студии МКАД. Я не знаю, был ли на вашем тот пульсе. Но когда Василий Топорков выходил на сцену в роли Пимена вместе со своими студентами, рождал «Вечно живые», где Евгения Морес играла. Потом Кира Николаевна Головко играла «Преступление и наказание». И вот... Камолова. Камолова, правильно. И когда Александр Яковлевич Дик, руководитель курса выпускного курса... В прошлый раз у нас представлял спектакль «Такая любовь» Павла Каголта. Кто-то, может быть, и видел. Он с ними и играл. Сегодня мы повторяем то же самое, только играет не Александр Яковлевич Дик, а Виталий Стремовский вместе со своими студентами, вернее, со студентами курса под руководством Александра Дика. Сегодня вы увидите пьесу Валентина Катаева «Квадратура круга». Я не знаю, насколько я себя считаю не самым глупым человеком, но я насчитал, что это третий спектакль, который я знаю в истории в Москве. Первый – это 1928 год, МХАТ, постановка Горчукова, художественный руководитель Владимир Иванович Немирович Данченко. И там играла такая артистка Поломская, Вероника Витальевна. Потом, это 1928 год, через 45 лет, театр Мини Пушкина, Алексей Говоруха, где играла молодая Нина Марушина, Вера Алентова, Безрукова и так далее. И вот третий раз, 2013 год. Я желаю вам хорошего просмотра. Я желаю, чтобы вам эти ребята, судя по прошлому, понравились, потому что у них есть процесс. Был, по крайней мере, процесс, надеюсь, что он будет сегодня. Хорошего нам просмотра. Продолжение следует...